В эфире информационная программа на Страже Мира. Главные новости Российского Миротворческого Кондигента в Нагорном Карабахе. В студии Дмитрий Иванов. Здравствуйте! В эфире информационная программа на Страже Мира. Главные новости Российского Миротворческого Кондигента. Нагорного Карабаха. Подробнее об этом в репортаже наших корреспондентов. Шкафы для одежды, строительные материалы, а также канцелярские принадлежности. Стоит отметить, что военнослужащие российского миротворческого контингента регулярно уделяют внимание воспитанию и помощи детям Нагорного Карабаха. В первом квартале 2022 года российскими миротворцами спланировано проведение более 40 гуманитарных акций, в городах, районах и отдаленных селах Нагорного Карабаха, а также в Лачинском коридоре для вынужденных переселенцев, нуждающихся жителей и многодетных семей. Российскими миротворцами регулярно осуществляется весь комплекс мероприятий по работе с местными жителями, сбору информации с наиболее нуждающимися в помощи, взаимодействию с благотворительными организациями и передаче необходимой гуманитарной помощи семьям, а также в детские и образовательные учреждения. Гуманитарные грузы от благотворительных организаций были доставлены из России самолетами военно-транспортной авиации и автомобильным транспортом российского миротворческого контингента из военного аэродрома и рябуни на территорию Нагорного Карабаха. Для выполнения задач по оказанию помощи в отдаленных районах Нагорного Карабаха, составляется график, согласно которому российские миротворцы отрабатывают запросы, поступившие через общественную приемную российского миротворческого контингента. Сегодня российским миротворческим контингентом совместно с Ассоциацией благотворительных организаций МИРСИ была проведена гуманитарная акция в детских садах населенных пунктов Мачкалашен, города Мартуни. Более 90 детей получили различного вида подарки, также шкафчики для одежды, ковер, доски. Следующая гуманитарная акция планируется в населенном пункте Иванян для беженцев Хроморта и населенного пункта Фарух. Российские миротворцы на наблюдательных постах круглосуточно обеспечивают контроль обстановки и режима прекращения огня. Подробнее о службе миротворческих сил в нашем следующем репортаже. Российские миротворцы обеспечивают круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на 27 наблюдательных постах, расположенных в Лачинском коридоре и вдоль всей линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. Военнослужащими наблюдательного поста, круглосуточно ведется контроль за режимом прекращения огня в зоне своей ответственности, а также обеспечение безопасности прохождения транзитного автотранспорта через контрольно-пропускные пункты постов. В целях возможных провокаций, осмотру подлежат все автотранспортные средства, а при необходимости производится их досмотр. Ежедневно через посты проезжает более 150 автомобилей. Наблюдательные посты российского миротворческого контингента работают в штатном режиме, осуществляется пропускной режим на въезд и выезд с проверкой документов и осмотром автотранспорта. Миротворческий контингент состоит только из военнослужащих контрактной службы, прошедших специальную подготовку для выполнения миротворческих задач. Все наблюдательные посты для контроля текущей обстановки оборудованы современными уличными купольными камерами видеонаблюдения. Наблюдательные посты российского миротворческого контингента работают в штатном режиме. Российские миротворцы круглосуточно обеспечивают безопасный проезд транзитного автотранспорта через пропускные пункты постов. Осмотру подлежат все автомобили, а при необходимости проводится их тщательный досмотр. Также ведется контроль за соблюдением режима о прекращении огня. Российские миротворцы обеспечили безопасность сельскохозяйственных работ в Нагорном Карабахе. Подробнее об этом расскажет наша съемочная группа. Военнослужащие российского миротворческого контингента обеспечили безопасность сельскохозяйственных работ на отдаленных гранатовых плантациях в Нагорном Карабахе. По армянской традиции гранат выступает как символ жизни, процветания и супружества, а также достатка и плодородия, ведь деревья граната дарят свои плоды круглый год. Красный цвет граната ассоциируется с процветанием и жизненной силой, а его зерна с деторождением. Российские миротворцы продолжают выполнять задачи по контролю режима прекращения огня и обеспечению безопасности восстановительных работ инфраструктуры населенных пунктов вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. Специалисты Центра гуманитарного реагирования российского миротворческого контингента обработали обращение администрации Аскеранского района и обеспечили безопасность при проведении сельскохозяйственных работ на гранатовых плантациях. Российскими миротворцами обеспечивается безопасность сельскохозяйственных работ в Аскеранском районе Нагорного Карабаха. Так как данная территория находится вблизи линии разграничения сторон, администрация Аскеранского района обратилась за помощью командами российского миротворческого контингента. Российские миротворцы провели интерактивный урок в Мартунинском районе Нагорного Карабаха. На уроке побывала наша съемочная группа. Военнослужащие российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе провели со школьниками старших классов комплексный интерактивный урок на тему миротворцы, миротворческая деятельность в средней школе населенного пункта Шош Мартунинского района. Офицерами Центра гуманитарного реагирования, школьникам и учителям было рассказано об истории создания миротворческих сил в России и в мире, основных задачах российского миротворческого контингента на территории Нагорного Карабаха. Доведены требования безопасности, порядок действий при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов и взрывоопасных предметов, медицинским отрядам, специального назначения, практически было показано оказание первой медицинской помощи. Интерактивные занятия — это прекрасная возможность, не выходя из кабинета, увидеть детям методические материалы об оказании первой медицинской помощи и повышенной опасности нахождения в районах Нагорного Карабаха, где может быть большое количество взрывоопасных предметов. Учащиеся получили много новой информации о проведении российскими саперами очистки и разминирования территории, с помощью современных миноискателей и собак минно-розыскной службы, путем уничтожения на месте найденных взрывоопасных предметов. С начала текущего года российские миротворцы более 40 раз провели интерактивные уроки в образовательных учреждениях городов и районах Нагорного Карабаха. Всего в этих мероприятиях приняло участие около тысячи школьников и студентов. В заключение хотелось пожелать всем жителям Нагорного Карабаха крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Российский миротворец продолжит выполнять свои главные задачи – сохранение стабильности в регионе. С вами был Дмитрий Иванов, до новых встреч.